Я человек конкретных дел Я человек конкретных дел Я человек конкретных дел Она готова рассказать о главных тезисах выступления нашего президента. Упан, вам слово. Сегодня глава государства обратил внимание, что именно ООН оберегает человечество от многих вызовов и кровопролитных конфликтов. Отмечу, что Касым Жамар-Токаев начал свое выступление на государственном языке. Сегодня ООН играет весьма важную роль в обеспечении глобального развития и взаимосвязи цивилизаций, Казахстан полностью поддерживает идею генерального секретаря Антонио Гутерриша не оставлять без внимания и признать, как общее достояние, судьбу каждого человека и государства. Однако у нас есть полное основание для беспокойства в отношении сегодняшних геополитических и геоэкономических изменений. Такая ситуация, очевидно, станет сложным испытанием для наших совместных действий по реализации повестки дня 2030. Вместе с тем, Касым Жамар-Токаев обратил внимание на то, что неурегулируемые конфликты и напряженность в некоторых регионах мира меняют современную глобальную тенденцию. Еще одна проблема, которую сегодня нельзя просто игнорировать, это расширяющиеся социально-экономические неравенства. Все эти факты, по мнению президента, искажают существующий экономический ландшафт. На фоне такой сложной обстановки Казахстан выступает за устойчивое развесие, всеобъемлющие диалоги и усиление в пользу мира. И в этом направлении величайшим приоритетом нашей страны является отказ от ядерного оружия, подчеркнул глава государства. Предлагаю послушать фрагмент его выступления. Мы твердо убеждены в том, что ядерное оружие – это больше не достояние, а угроза глобальному миру и стабильности. К сожалению, некоторые страны по-прежнему в своих стратегических оборонных расчетах опираются на ядерный арсенал, что заставляет их противников рассматривать вопрос о приобретении возможности симметричного ответа. Но этот ответ может быть таким же смертоносным, как и ОМУ. Также говорил Тукаев о том, что сегодня Казахстан вносит немалый вклад в урегулирование сирийского конфликта. И он напомнил, что уже прошло 13 раундов этих переговоров, которые состоялись в нашей столице. И благодаря астанинскому процессу, который дополняет женевские переговоры, было достигнуто прекращение боевых действий. Также немалый мир принимает наша страна по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В этом году Казахстан успешно выполнил специальную гуманитарную миссию ЖУСАН в сотрудничестве с нашими международными партнерами. В результате 595 граждан Казахстана, соблазненных террористической пропагандой, включая 406 детей, вернулись домой из зон боевых действий в Сирии. Мы готовы поделиться нашим опытом с другими странами и настоятельно призываем их применять аналогичные меры. И в завершении своего выступления Касым Жумар-Тукаев рассказал о политической системе, которой он придерживается. Моя формула политической системы Казахстана заключается в следующем. Сильный стратегически мыслящий президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство. Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ. Также Касым Жумар-Тукаев обратил внимание, что Казахстан всегда будет выступать за становление мира, свободу прав и выбора человека. И на этом у меня пока вся информация к данному часу. Мадина, вам слово. Спасибо, Упан. Мы видим сейчас в Нью-Йорке глубокая ночь. Но, кроме того, президент Казахстана на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд двухсторонних встреч с главами государств. В частности, Касым Жумар-Тукаев обсудил со своим польским коллегой Анджием Дудой перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимодействия с Евросоюзом. Также лидер Казахстана провел переговоры с президентом Грузии. Стороны отметили необходимость расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического взаимодействия. Ну а на встрече с главой Болгарии Румыном Радевым Касым Жумар-Тукаев пригласил болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки. А вот еще на одной встрече президенты Казахстана и Украины пригласили друг друга совершить взаимные визиты. У Казахстана и Украины абсолютно общее прошлое, настоящее и будущее. Я вижу свою задачу в том, чтобы продвигать наше сотрудничество, что касается политики, по сторонним аспектам, что касается особенной экономики. Есть чем гордиться. Есть и, конечно, возможности для развития сотрудничества. Господин президент использует данную хорошую возможность встретиться с вами. Хотел бы от всей души пригласить вас в Казахстан. Спасибо вам большое. Украине принимают большие удовольствия приглашения. Проблема никогда не было. Да, и вот с нашей стороны, от украинской, вы знаете, как она у нас любосольная страна. Так что мы вас тоже приглашаем в этот день с официальным визитом в Украину. Я думаю, что абсолютно обсудим. У нас действительно близкие народы, вы правильно сказали, не есть прошлое, а лучше больше, чтобы настоящее было действительно на самом-то периоде. Спасибо вам. Бывшие сотрудники одной из алматинских гостиниц пожаловались на то, что их уволили за отказ в сводничестве. А именно, по словам экс-администратора отеля, за то, что она отказалась приглашать в номера гостей проституток. Позже уволенный персонал узнал, что удерживаемые из зарплаты пенсионные не поступили в фонд. Такую картину, как несколько девушек легкого поведения заходят в номера гостей, бывший администратор гостиницы видела неоднократно. Место часто посещали иностранцы. Шнарк Артайганова рассказывает, что работала здесь больше года, пока шеф не стал принуждать к нарушению закона. Он сказал, будете вызывать девочек по вызову. 30% с этих оказанных интим-услуг он сам берет. То есть это все сдается утром в кассу. Четырех на пяти машинах привезти этих девушек, ну на выбор получать. Оставшись без работы и трудового договора, около десяти администраторов обнаружили, что им все это время не делали пенсионных отчислений и не выплачивали налоги. Директор гостиницы, по словам сотрудников, владел еще несколькими компаниями. И в чеках гостиницы указывал другое ТО. На водочную вот эту компанию, где все официально, где он, ну вот, работает супермаркетами, да, а доход от гостиницы, от кафе, от автомойки, от сауны, от, допустим, буфета, где продаем, допустим, он куда его? Где мои социальные налоги, которые с меня удерживались? Туда никогда не приходит ни СЭС, ни пожарная. В гостинице человек, который отказался представиться, все отрицал. В телефонном разговоре директор компании тоже опроверг обвинения. Знаете, по фейсу не смотрим, она легкого поведения или она нелегкого поведения, или он чем-то таким незаконным работает. Юрист Серик Айтбаев рассказывает, что за незаконное требование уволенных сотрудников должны восстановить на работе. Обратиться в прокуратуру, в Акимат можно обратиться, в органы внутренних дел, в комитет социальной защиты труда можно обратиться. То есть можно обратиться к руководству нашей страны. Многим уволенным сотрудникам директор якобы не выплатил заработную плату. Они написали заявление в налоговую и прокуратуру. Сейчас ждут рассмотрения жалобы. Продолжение следует...